В этом году на Всероссийский конкурс «Учитель года России» пригласили не только муниципальные школы, но и частные учебные заведения. Всех конкурсантов разделили на несколько зональных групп. Учитель русского языка и литературы православной гимназии Екатерина Юрьевна Кальманова соревновалась наряду с Центром одрённых детей, кадетской школой, школой 800 и всеми православными гимназиями Нижегородской области. Саровский педагог уже прошла несколько отборочных этапов в Нижнем Новгороде, провела методическую мастерскую, продемонстрировала свою педагогическую кредо, а также провела открытый урок в чужом классе. Это испытание оказалось для педагога самым сложным. Возникли технические проблемы. Например, у кого-то не шла презентация, как у меня, у кого-то там не пошло видео. Технические проблемы. Плюс ещё, конечно же, ты приходишь к совершенно незнакомым детям и не знаешь, какая у них база, что они знают. И вот в этой ситуации, конечно, было сложно. На зональном этапе конкурсанты продемонстрировали профессиональное мастерство в двух испытаниях – мастер-класс и лекция с залом. Здесь педагогам предстояло продемонстрировать артистизм, коммуникативные навыки, творческий подход. По итогам Екатерина Кальманова вышла на региональный этап конкурса «Учитель года России-2023» и вошла в число 15 педагогов Нижегородской области, которые продолжат конкурсные соревнования. Екатерина Юрьевна признаётся, что такой большой конкурс – это вызов. Приходится прилагать немалые усилия. Но в нём педагог хочет показать не только себя, но и свою православную гимназию. Многие родители представляют учёбу в православной гимназии, но они там только молятся. Да, вот так вот думают. А на самом деле мне хотелось бы показать, что работают здесь достойные люди, учителя, которые могут соперничать и с учителями из других школ, из гимназий, лицеев, центра одарённых детей. Вот так вот. Колоссальную поддержку педагогу оказывают директор православной гимназии, весь педагогический состав, а также родители и ученики. Коллеги помогают и подсказывают Екатерине Юрьевне, предлагают различные идеи. А родители и ученики даже ездят вместе со своей учительницей на конкурсные этапы и там выступают в качестве фокус-группы. Перед тем, как ты начинаешь уже думать, а ты сможешь или нет, ты боишься. Потом, когда ты поближе к этому конкурсу подходишь, ты думаешь, вот смогу ли я это сделать. А когда ты уже участвуешь, ты думаешь, ну в конце концов, действительно, я смогу это сделать. Получается, появляется какой-то азарт, какой-то драйв. И в конечном итоге результат, он интересен. Следующий этап конкурса «Учитель года России» состоится в середине апреля. Екатерине Кальмановой предстоит провести открытый урок и образовательные события. Финалисты пройдут на регион, а лучший участник представит область на всероссийском уровне.